Так, давайте, наверное, наверное, для будущих потомков впечатления по игре. Локомотив заперся на базе, локомотив проводил всю эту неделю работу над ошибками, было очень важно выиграть эту игру, и ошибки матча с крыльями советов, на мой личный взгляд, заключались в нескольких историях. Довольно авантюрная игра центральных защитников, которая не давала нам ничего впереди, но при этом из-за авантюрности мы получали моменты сзади. Это постоянные перепасовки на коротке, когда у тебя нападающие и полузащитники бегут вперед, открываются в пустые зоны, защитники и опорники их игнорировали. Так делать нельзя, так в футбол играть нельзя. Ну и третий момент, который не ошибка, но помешал нам выиграть у крыльев советов, это низкое техническое мастерство в исполнении конкретных эпизодов, когда ты уже за спинами защитников, тебе нужно отдать передачу и пробить поворотом. Судя по всему, за это время, за эту неделю действительно здорово поработали на этом мини-сборе на базе. Как раз то, чего я хочу увидеть. Поступательное движение с работой над ошибками прошлого матча. Сегодня, вот сегодня, первый матч, в котором я увидел, что Локомотив проделал работу над ошибками прошлой игры. Ошибки были там. В этом матче мы видим, что игроки, как скипидарены, есть рывок, отдают передачу. Есть рывок, отдают передачу. Подключился Живоглядов, Баринов отдал ему передачу, Живоглядов сделал передачу на Керка, гол. Пару моментов были, когда там Тикнезиан подключился, Камано не стал делать передачу, но зато там через касание буквально сделал передачу на другой фланг, где стоял Исидор. То есть вот, наконец-то, мы стали быстрые передачи, вскрывающие оборону соперника делать. И в результате этого забили первый гол. Второй гол стал стандартом. Немножечко другая ситуация, но в дальнейшем у Локомотива все равно были эти моменты, были подходы, были удары по воротам. Не всегда они были нужны, да, например, там был момент, когда можно было на... Игнатьев, по-моему, пробил, а можно было отдать передачу на врывающегося Исидора. Но, тем не менее, да, это все равно были моменты быстрых атак. То, как сейчас в футболе забивается наибольшее количество мячей. До поры до времени мне нравилась игра, но на сороковой минуте судья решил немножечко исправить положение дел и удалил Мампаси. Это испортило игру для обеих команд. То есть и у Химок были какие-то подходы, что-то пытались, Мирзов там пытался сделать, и у Локомотива были хорошие подходы. Была нормальная боевая игра. Судья удалил Мампаси, после этого игра превратилась в набор стандартных положений. Постоянные свистки, постоянные фолы. Вот судья добавил 7 минут, и эти 7 минут после удаления Мампаси... Ну, там фолу в 15, наверное, было. Каждые 30 секунд фол, каждый 30 секунд фол. Нормальная была игра. Судьи, ну, он был заметен, но, в принципе, мог бы и особо не свистеть. Хорошая была игра, качественная. После этого все. Только фолы, удары по ногам, толчки, толчки, удары по ногам, фолы и так далее. Дальше. Собственно, Локомотив уходит на перерыв. Химки выходят. Судья забывает свисток в раздевалке и перестает свистеть вообще все. Случается момент, когда там Габанева мяч руками поставил, хотя судья сказал продолжать игру, и свистка не было. Судья сказал, что окей, так можно. В принципе, почему бы и нет. Дал желтую Баринову. Но вдруг на какой-то момент фолы, он перестал свистеть вообще все. То есть в первом тайме свистит каждое столкновение, во втором тайме не свистит вообще ничего. Просто ничего. Химки перехватывают инициативу. Локомотив старается играть максимально надежно. Локомотив понимает, что лучше 2-0, чем бежать в меньшинстве в атаку и пропускать быстрые атаки. У Химок начинается много моментов рядом с чужой штрафной. И локомотив начинает проседать, и в этот момент включается матч-менеджмент. То, что мне дико не нравилось в прошлых играх локомотива, сегодня тренерский штаб сработал, отработал максимально круто. Соответственно, как он решил проблему удаленного Мампаси, он сдвинул Баринова вниз, выпустил Морадишвили. Морадишвили провел блестящий тайм. И в обороне, и забив третий решающий гол, ну не решающий, но поставивший точку гол. Затем стал убирать Камано, например, который явно выдохся, явно не успевал, явно уже играл на ободах. Выпускает Куликова, еще бетонирует центр. Затем меняет Игнатьева на Раканьяца и меняет Керка и Карпукас уже на 80-й минуте, потому что Карпукас тоже очень много набегался, много рывков совершал в меньшинстве. На Петрова и Антона Мирончука. После выхода Петрова и Антона Мирончука игра для Химок закончилась. Локомотив стал уже конкретно нормально владеть мячом. Стали проходить быстрые атаки. Петров очень много мешал сопернику начинать свои атаки, поэтому мы стали гораздо больше перехватывать мячи. И в итоге добились атаки, которая привела к третьему забитому мячу. Антон Мирончук наконец-то отдал голевую передачу, классную, точную, в касание. То, что он не смог сделать с крыльями советов, здесь сделал со второй, по-моему, попытки. И Мордишвили здорово разобрался. Потом была еще одна ситуация, в которой Раканьяц почему-то решил принимать мяч правой ногой вместо того, чтобы принять его левой. Или вообще лучше сразу пробить левой ногой. Видимо, боится играть левой ногой. Видимо, решил, что лучше он примет правой, и правой же пробьет. Но это не проходило, нужно было бить левой. Я всегда говорю о том, что лучше ты сделаешь как надо, и у тебя может не получиться, чем ты будешь делать как не надо, с низкой вероятностью того, что у тебя в принципе это может получиться. Надо учиться играть правильно. Вот в этой ситуации правильно было бы сыграть левой ногой, сразу в касание бить в дальний угол. У Лантратова, если бы мяч даже просто хоть как-то там скачал, кое-как вообще полетел бы чуть-чуть ближе к правому углу, у Лантратова не было бы шансов. Потому что это удар на противоходе. Тихий травмировался, еще и на равных у Лока было преимущество. Ну, да, ну как бы вот с выходом Петрова и Мирончука уже большого какого-то натиска на наши ворота не было. Поэтому, ну, было уже спокойно, и я уже выдохнул, и такой вот, отлично, доводим матч до сухой победы. Да, я уже не говорил, главное победить, главное там вот... Нет, я уже говорил, доводим матч до сухой победы. А потом Радишвили забил, это еще и разгром. Кайф. Вот, так что за этот матч тренерскому штабу я ставлю пятерку. Не их вина то, что в Мампасе удалили, и игра пошла по другому сценарию. То, как игра развивалась, то, как они реагировали на события в этой игре, мне понравилось. До этого частенько я ставил им двойки и тройки. Сейчас мне игра понравилась. Это пятерка. И результат отличный, и действия во время игры отличные. И видно, что перед матчем неделю работали очень хорошо. И мысль, которую мы часто проговаривали во время трансляции, это то, что это очень важная победа для Локомотива. И то, как она случилась, еще более важно. То есть вы понимаете, что если бы сейчас Локомотив кое-как там Химки обыграл 2-1, в равных составах играли бы, 2-0 сделали, потом Химки бы 1 забили, мы бы там 2-1 сыграли. Но это не сильно добавляет уверенности. Да, это приятно по очкам. Но вот этой уверенности, что, а, ну мы, оказывается, умеем играть в футбол, да, мы все правильно делаем, у нас все хорошо. Ее бы, ну, не было бы в таком количестве. А здесь матч, в котором у тебя все против тебя. У тебя удаляют игрока на ровном месте, не удаляют игрока у соперника. Там мяч Исидор из чужих ворот выбивает, а ты все равно делаешь 3-0. Ну, это же все, это вот, это прям то, что было нужно Локомотиву. И сейчас Локомотив выйдет на Оренбург, и он уже будет уверен, что что бы ни произошло, удалят у него игрока, поставят ему пенальти его ворота, мы умеем справляться с трудностями, мы можем играть в футбол, и наш футбол приносит голы. Очень здорово.